Я, Рита, в первую конную подамся. Стоёшь! Ой, чё делается? Людка! А, Людка, что? Глянь, чё делается? Заделывая Русия, заседание продолжается. Кстати, нужно с вами заключить небольшой договорчик. Согласен. Небо. Небо не видело такого позорного пацака, как ты, скрипач. У меня тоже есть своя синяя птица! И свой журавль в небе! Но для Атоса это слишком много, а для графа Деляфер слишком мало. У тебя завышенные мерки в жизни. Измени угол в своём циркуле, всё пристроится. Мне кто-то позвонил. Я подумала, что это вы. Как вы думаете, что общего у этих прославленных актёров? Правильно, все они и выпускники знаменитой щуки. Вы удивитесь, но начиналось это легендарное учебное заведение с грандиозного провала. В начале 20 века были модные театральные кружки. И одним из кружков для студентов московских вузов руководил Евгений Багратионович Вахтангов. И он им сказал, ничего у нас не получится. Нужно учиться для того, чтобы уметь ставить спектакли. Но они не послушались и потребовали, чтобы он поставил с ними спектакль. Он сделал с ними спектакль. Это был спектакль по пьесе «Зайцево. Усадьба Ланиных». Этот спектакль провалился. А ученики, чувствуя свою вину перед Вахтанговым, он же говорил, что надо учиться. Они его позвали и стали уговаривать, чтобы он их учил. 23 октября 1914 года Вахтангов провел первое занятие со студентами по системе Станиславского. Этот день считается днем рождения театрального института. И уже больше ста лет абитуриенты штурмуют его каждый год. Читают басни, стихи, прозу, танцуют и поют. Но тех немногих из них, кто успешно пройдет испытания, ждет большой сюрприз. Если бы вы поступили в Щукинское театральное училище, то вам бы всему пришлось учиться заново, как малым детям. Даже говорить, вот скажем, произнесите звук «о». Ну, вы скажете «о». И будете правы с одной стороны, а с другой стороны совершенно неправы. Здесь заново научат и «о», и «а», и «ы», и много чему еще. Это свобода тела, в первую очередь, начинается с освобождения телесного. Дальше учимся заново дышать. Естественно, правильно дышать. Открываем голоса, освобождаем то, что называется ставим голос. Разбиваем его по диапазонам, звуковысотном, динамическом диапазоне. Работаем над артикуляцией, работаем над дикцией, работаем над арфаэпией. Убираем разные говорные отклонения, манерности и прочее. Весной 1917 года, после успешного показа студенческих работ, театральная школа получила свое первое название. Московская драматическая студия Евгения Багратионовича Вахтангова. Здесь научат заново не только говорить, но и двигаться. Стопа. И отсюда подтянулись. И раз. Стоять. Ноги разверни. Ноги разверни. Анфас. Два. Три. Дальше пошли. В 1939 году училищу было присвоено имя ученика Вахтангова, Бориса Щукина. В 1945 году дан статус высшего учебного заведения. А ведь в Щукинском училище учат и этому. Если в спортивном фехтовании главный результат, то в сценическом это зрелищность и безопасность. Каждое движение здесь, как в балете, оттачивается часами. Шаг вперед. Шаг вперед. Противник сзади. Фехтование – это, во-первых, Лопе де Вега. Это Шекспир. Это всевозможные спектакли «Плаща и шпаги». Это кино. Фехтование также тренирует и пластическое воображение, и пластическую фантазию. Зачем разлучнится судьба? Всегда любви помеха. А любовь, как песня, с нами распростится, если вдруг вальшиво струны зазвучат. И только овладев всеми этими профильными дисциплинами, студенты училища ступают на сцену в дипломном спектакле. «Хлопочи для людей, старайся. Сама же виновата останешься». А как у них это получается, вы можете оценить сами. Приходите на спектакли в учебный театр. «Мы все еще молоды, несмотря на солидный возраст. У нас есть запал жизни, у нас есть желание заниматься театром по-настоящему. Мы приглашаем зрителей к нам. У нас есть прекрасные спектакли». Заодно познакомитесь с основателем учебного заведения Евгением Вахтанговым. Уже много лет он стоит в бронзе, во дворике щуки, в элегантном костюме и не сводит глаз со входных дверей института. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова